МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА День до празднования праздника действительно у нас самый-самый значимый на нашей стране. Готовились мы заблаговременно, еще начали с прошлого года подготовку к данному празднику. Вообще у нас мероприятия, посвященные 70-летию Победы, у нас запланированы на весь 2015 год. То есть не только 9 мая ограничится, и далее мероприятия будут проходить, но основные, конечно, именно перед 9 мая, непосредственно 9 мая. Мы уже ряд мероприятий провели, и вы освещали уже в своих передачах. Это действительно такие значимые, как вот то, что касается вручения медали нашим ветеранам. Всего у нас ветеранов таких 357 медалей. У нас было получено на сегодняшний день все медали вручены, все выданы. Людям приятно, что о них не забывает. И что их подвиг на полях сражения, либо трудовое, вот участие на трудовом фронте, то есть оно отмечено и не забывается. Правительство Российской Федерации, и вот по поручению президента во всех субъектах, во всех муниципальных образованиях, все ветераны были поздравлены, и медали эти были вручены. Ну и старались делать так, что часть мероприятий все-таки проходила у нас там в торжественной обстановке. Приглашали ветеранов на наши торжественные мероприятия. Это вот одно из мероприятий было у нас, Вячеслав Иванович посетил его, и медали лично вручал. Повезло нашему району, потому что буквально там всего в крае 2-3 района таких, где он лично вручал медали. Остальные там сами своими силами справлялись. Два было серьезных таких. Это вот городская администрация готовила в музее городском вручении, тоже наград проводили они. И мы проводили в кинотеатре «Молодость». Тоже был предоставлен кинотеатр для проведения этой акции. Но там не только медали, там и презентация как раз мультимедийного альбома «Память». Хорошее мероприятие такое было сделано. Ну и сейчас следующее, то есть это торжественное собрание, будут проводиться митинги, шествия, мероприятия, все вахта памяти. То есть много будет красочных, хороших таких мероприятий, которые будут по 9 мая включительно. Они практически каждый день будут идти. Поиск победы традиционно у нас будет. Поэтому считаю, что готовность хорошая. Ну и, наверное, самое-самое красочное будет 9 мая. Это и шествия, и салюты, и митинги, и концерты, и много чего будет очень интересного. Поэтому рекомендую всем, и жителям города Амурска, и жителям Амурского района принять участие в этих мероприятиях. Действительно, будет на что посмотреть. В апреле месяце с рабочей поездкой Амурский район посетил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Какие решения были приняты в результате этой поездки? Да, поездки предшествовало в мой отчет. Сейчас такая практика и вводится. То есть ежегодно каждый глава района отчитывается на расширенном аппаратном заседании в правительстве Хабаровского края. Ну и в середине апреля я отчитывался как раз по итогам работы за 2014 год, по планам работы на 2015 год. Для края интересны очень экономические показатели. Вообще состояние дела в малом и среднем бизнесе, состояние дела в промышленности, если такова имеется, на территории. Это основные такие параметры, на которые больше всего обращать внимание. И после отчета Вячеслав Иванович, видимо, решил лично убедиться о состоянии дела в экономике, потому что экономика, промышленные предприятия интересовали больше всего. Понятно, что было мероприятие с ветеранами, где вручение произошло. Но основная поездка именно на промышленные предприятия. Все, конечно, у нас их, слава богу, в районе достаточно все-таки приличное количество предприятий. Всех предприятий он объехать не успел. Но вот на двух побывал на предприятиях, которые большое значение для экономики и района, и поселения наших имеют. Это вот Амурская лесопромышленная компания и Амурский патронный завод «Вымпел». Действительно, есть на что посмотреть. Уже после последней поездки много чего изменилось. То есть завод сейчас не только выпускает готовую продукцию, стрелковые патроны разных направлений, разных моделей. Ну и занимается и утилизацией старых боеприпасов. Хотя вот было отмечено, что боеприпасы-то еще хорошие, но тем не менее уже срок с боевой гарантией отлежали уже. То есть они, скажем так, уже не нужны. Это тоже зарабатывание средств заводом. Это тоже план. Это тоже те же самые деньги в заводе. То состояние удручающее, которое было там несколько лет назад, оно уже, ну, надеемся, что он далеко позади. Завод сейчас действительно на подъеме. Мы видим, что и производственная программа у завода нормальная. И с министерством головным, которому завод принадлежит и подчиняется, тоже взаимоотношения выстроены. Стабилизировались вопросы платежей, зарплаты. То есть видим, что более-менее сейчас на подъеме. Ну и естественно, и налоговая составляющая от завода тоже идет в бюджет. В краевой бюджет, в бюджет районный, городской тоже идет. Довольно-таки приличное. Предприятие все-таки тоже является градообразующим. Ну, отрадно было то, что вот по итогам всех переговоров, те, которые проводились, что Вячеславу Ивановичу было отмечено, что руководители предприятия, специалисты понимают, куда дальше идти, как двигаться. Ни у кого нет какой-то паники по вот этим вот кризисным явлениям, которые есть. Наши все руководители промышленных предприятий адекватно воспринимают ситуацию, понимают, что нужно делать, чтобы экономика предприятия не просела в этот сложный период. Мы понимаем, что сейчас это и заказы уменьшаются, и еще какие-то проблемы есть там финансовые, другие там академические сложности. Но, тем не менее, все-таки вот кадры, которые у нас есть на территории, они вот действительно с этой задачей справляются. Считаем, что хорошо. Вячеслав Иванович в этом сам тоже убедился. Ну и самое главное из поездки, что было вынесено, что никто из наших руководителей предприятий промышленных не планирует сокращение персонала. То есть мы не ожидаем, что у нас там безработица усилится, еще что-то будет. То есть тот антикризисный план, который мы еще в самом начале года разрабатывали, мы же тоже его согласовывали и с руководителями промышленных предприятий, и с представителями малого бизнеса. И, в общем-то, как запланировали, так оно и идет. По Амурской лесопромышленной компании, ну, есть проблемы со сбытом, но они временные, то есть он то есть, то нет, но, тем не менее, предприятие все равно работает, нарабатывает продукцию, все равно сбыт идет. Предприятие уже показало свою жизнеспособность. И знаковый такой момент, который вот тоже был отмечен вот в процессе поездки, то, что у нас сейчас на территории Хабаровского края ряд предприятий создают территории, опережающей социально-экономического развития. И вот Амурская лесопромышленная компания тоже вошла в такую площадку, то есть они заявились на АТСР, они, значит, территорию себе уже определили, еще у них есть потребность в дополнительных земельных участках. Мы сейчас вот и с предприятием, и с администрацией города отрабатываем о том, чтобы всеми земельными участками необходимой непосредственной близости это предприятие было обеспечено, потому что планируется не останавливаться на достигнутом. То есть то, что шпон. Есть предложение по строительству еще небольших заводов на прилегающих территориях, именно вот по глубокой переработке древесины. Тема хорошая. И в результате вот реализации планов территории, опережая социально-экономическое развитие, мы планируем, что получим еще до тысячи рабочих мест, которые будут именно работать в этой сфере, в этом направлении. Тогда можно сказать, что у нас безработица, мы практически ее победим совсем. Обсуждались также строительство нефтепровода, который будет строиться. Ну, понятно, что тоже будут рабочие места. Мы не про период строительства говорим, уже про перспективу, когда нефтепровод заработает, там три насосно-перекачивающих станции будут сформированы на протяжении всего нефтепровода. Это еще порядка 450 рабочих мест для территории наших сельских поселений. У нас в сельских поселениях с работы туго, но, понятно, там кто-то на железке работает, кто-то там еще в каких-то структурах, но особо с работы там выбора-то нет. И вот, наверное, появление нефтепровода, вот этих рабочих мест на обслуживание нефтепровода, оно будет таким хорошим подспорьем для наших сельских поселений. Обсуждали мы также вопросы малого бизнеса, но налоговая составляющая, которая сейчас отчисляется, это такой основной показатель, как себя вот малый бизнес чувствует. Конечно, сложно сейчас, малый бизнес, наверное, больше всего сейчас ударил вот это вот кризисное явление, которое есть, но, тем не менее, малый бизнес у нас показал свою жизнеспособность, все равно находят они варианты, находят пути решения, как работать, как развиваться дальше. В целом, даже по налоговому показателю видим, что все равно стабильность более-менее есть. Есть проблемы, но все равно малый бизнес выдерживает. Обсуждали мы вопросы нового жилищного строительства, программу мы сейчас и формируем. Проект программы это был по новому жилищному строительству, но все-таки, видимо, предполагаем то, что мы все равно придем к тому, что у нас сейчас субболи численности населения, все равно по городу Амурску, в частности, да, все-таки мы в конечном итоге должны перейти к росту численности, поэтому жилье все равно будет нужно, необходимо. Ну и здесь Вячеслав Иванович посоветовал больше работать именно с предприятиями-инвесторами, то есть те, которые новые приходят, как вот у нас хороший пример, тут компания «Полиметалл», которая, в принципе, своих работников всех обеспечила жильем, те, которые работают служебным жильем. То есть нужно и со всеми остальными компаниями, которые будут приходить сюда дальше работать, они у нас появляются и будут появляться еще, чтобы не рассчитывали только на вторичный рынок, а все-таки тоже себе ведомственное жилье тоже начинали строить. Поэтому такую программу мы разработаем на статье по Эльбану, тоже есть потребность для строительства ведомственного жилья. Кстати, в этом году у нас будет один дом в Литовке, будет строиться для железнодорожников в этой же программе. Поэтому вот обеспеченность жильем для того, чтобы население не уезжало, оставалось здесь, чтобы приезжали новые какие-то люди, все-таки жилье это будет таким из основных таких моментов. Естественно, мы обсуждали вопросы оптимизации наших расходов, понимаем, что бюджеты сложные и в крае, и у нас такие же бюджеты, поселения сложноватые, бюджеты в этом году, поэтому расходную часть мы по бюджетам сократили. У нас в общей сложности мы порядка 18 миллионов сократили только расходов, те, которые программные, то, что можно подсократить. Выплаты муниципальным служащим сократили на 3 миллиона рублей в общей сложности. Ну и рассматриваем еще ряд мероприятий, которые можно пока отодвинуть, передвинуть по времени, то есть не реализовывать. Хотя вообще договоренность такая и есть, что помощь из краевого бюджета, дополнительная помощь финансовая все-таки будет оказана. Пусть она будет, может быть, не очень большая, но основные проблемные вопросы, на которые у нас у самих средств не хватает, я думаю, что они будут, помощь будет оказана, мы их решим. Спасибо большое, что к нам пришли. А я напоминаю, вы смотрели студию от первого лица с главой Амурского муниципального района Ивана Васильевича Масько. Амурского муниципального района Ивана Васильевича Масько.